Ребят, всем привет! С вами Серега Стилов. Это новая серия Стилов Дэйли. Добро пожаловать в наши ежедневные видосы. Прямо сейчас заряжайте лайк авансом. Респекту, это сделал. И мы начинаем. Я сейчас нахожусь в своем гараже и начинаю подготовку к тренировке, которая сегодня в выходной, в субботний день образовалась на автодроме. На самом деле это какой-то нонсенс, чтобы тренировка была в субботу. Очень круто, что ее организовали. Я знаю, там едет порядка 15 человек, может быть, даже будет больше. Короче, чем больше народу, тем, конечно же, круче. Покатаемся вообще, я думаю, на славу. В общем, хорошее такое субботнее событие, поэтому я приехал немного собраться. Беру с собой не все, как на выезд там, зип там и так далее. Беру с собой только самое необходимое. Это, конечно же, у меня будет 6 колес, канистры 2, сейчас их заправлю как раз-таки. Сегодня жаркая погода, возьму поливалку, пару стульев, ну и сумки, вот компрессор, сумки там со всякой мелочью, инструмент, болты там и так далее. Приехал в Lucky Station, сейчас полностью подготовил сливу, заправил, переодел покрышки, поставил трианглы, как раз на раскаточку, на первый, не знаю, там час, как раз их хватит. А потом можно уже будет на более боевой резине ездить. Это Сайлун, ну как сказать, боевой, и Максис. Есть еще Ахиллес, но на нем хотелось, на самом деле, уехать в бокс обратно, не тратить его. Да и плюс, на самом деле, его остаток тут буквально совсем немножко его осталось. Ну, если как бы не будут хватать резины, то, конечно, его потрачу. Там уже на ЛСЕ просто доеду. Одну канистру вылил, 20 литров, сейчас как раз полный бак, еще 20 литров с собой. Приехал Гайдай, сегодня будут сочные кадры с автодрома, и мы вместе на двух машинах, на Тундре и на Сливе поедем на автодром. Тундра-техничка, очень много всего в кузове, надо все с собой брать, в Сливу все это не поместится. Также сегодня едет еще Семен на стейдже, тоже готовит машину, насколько я знаю, вон он, да. Семен, привет! Едешь на автодром, все в силе? Да, конечно. Отлично, я тоже вот подготовил машину, все, порядок. Логи и хуумастер. Да. Хочу напомнить, что Семен до сих пор официальный дилер, и хуумастер, все еще. Вот смотрю логи с Дрифт Экспо, в основном хочется посмотреть на давление масла. А у тебя тоже даталогер есть, да? Да, конечно. А здесь у тебя и хуумблэк? Да, блэк. Блэк, логер и приборка из планшета на стяжке. Слушай, а что чаще покупают, блэк или классик? Сейчас блэки больше покупают. Вообще по России много, да, уже кто на и хуумастере? Ну да, на Дрифт Экспо я вот удивился с того, что приезжаешь в РДС Запад, там, ну, машины, может, 4 катаются на и хуумастере, так же, как в Сочи Дрифт Челлендж. А на Дрифт Экспо было очень много народу, там, наверное, больше 10 машин. Круто. Встретил, причем я просто шел по техпарку, мне говорили, типа, привет, там, мы купили у тебя и хуумастер, там, подскажи по настройке, еще что-нибудь там посмотри. И, в принципе, со всеми заобщались, посмотрели там. Здорово, здорово. Ну, я только рад, что продукция пользуется популярностью и с каждым разом все больше и больше, ну, ежесезонно выбирают люди и хуумастер. Это круто. Да, согласен. И по цене, в принципе, очень даже бюджетно, если смотреть на вообще в целом рынок тюн мозгов, там, и так далее, бюджетный сегмент все еще остается. Полностью себя устраивает и стабильно работает. Я тут заметил, у тебя клевые передние колеса. Кстати, вот у меня машина, когда едет в угле, она едет на наружке. А у меня она на полной поверхности. На полной поверхности. Я устраиваю, чтобы она на опорном колесе была практически на полной площади, но у меня, получается, чуть-чуть на внутрях завалено. Потому что если полностью его выровнять, руль не вытащит. Слушай, а я вот замечал как раз тоже, у других смотрел на сливах, кто гоняет, и у них как раз тоже на наружке едет. Ну, в принципе, нет, у меня все рулится. У тебя рулится? Да, у меня рулится. У меня вот на DriftExpo я заметил проблему, что мне гур мешает как раз вот этот эффект, что надо постоянно самому подруливать. Сейчас мы это пофиксили, вот сейчас на автодроме затестим. Все, я понял. Слушай, я тут заметил, это все так же твой лаунч? Да, 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 тут уже другой ручник стоит, потому что тот в мою сливу пойдет. Это лаунч, это флетшифт на DriftExpo я плотно пользовался, каждый круг, давайте. Что, у тебя проводка встроена, сейчас покажу. Проводка встроена прямо в ручник, вовнутрь. Ну, тут просверлили его, да, и вывели провода. Тоже там просверлили снизу и вывели провод. Блин, ты как бешеный профессор такой, знаешь, у тебя везде кнопки, какие-то включения, прикольно. Ну, хочешь затестить сегодня? Если рулиться будет, то... Ну, если рулиться будет, ты зови, хорошо? Да, конечно. Так, сзади DriftTaxi, Bimarko Cobra, все по жиру. Ремни OMP, все оригинал, заметьте, все реально на оригинале. И каркас так волшебно превратился в каркас для DriftTaxi. Получается, осталось только полудуга вот эта вот, вместе с этой планкой. Да, я хочу доварить немножко. Доварить вот эти дуги, которых не хватило, я хотел сделать их съемными и сделать тоже такой стритовый достаточно вариант. Не успели, позже доделаем. Ребят, что, заказывайте Якую-мастер? Может, Семену, конечно, и не надо, он что-то сам не говорит. И так много заказов? Заказов, да, достаточно много. Сейчас стараемся успевать привозить все это по доставке, но сейчас моя главная цель сделать хорошее наличие в Питере продукции, потому что хочется, чтобы, если человек его покупал, сразу собирал. Ну да, это вообще приятно, когда оплатил, все тебе отправили, и сразу ты уже там начинаешь ставить, делать проводку и так далее. Потому что сейчас у нас в наличии там по два блока, и за неделю эти два блока разлетаются, приходится ждать следующее там и так далее. Мое-то еще лежит? Да, конечно, как же. Как с мотором? С мотором так же. Не надавить на Семена, ни видео, ни подписчиками напишите ему, пожалуйста, собери мотор. Попозже, попозже. Семен, будем мотор-то собирать? Да, конечно, куда мы денемся? Он же не держит сейчас никакую сборку. Не держит, но в целом. Да, я согласен. Не, если бы кузов был на подходе, я бы, естественно, ускорился. В огне собирал бы за ночь? Не, стейджа, которую мы торопились, собирали, она получилась очень стабильной, потому что есть тонкая грань, когда можно накосячить, и вот в тот момент надо идти отдыхать. Факт. Ладно, что, тогда выезжаем. Мы своим ходом же едем? Да, да, я поеду своим ходом. Мы на автодроме, хорошо добрались. Народа здесь уже очень много, хотя тренировка еще не началась. Слива готова, номера сняли, чтобы обдув интеркулера был равномерный. Ну и, в принципе, все, осталось подрегулировать давление и окей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сделал несколько первых проездов, чтобы, так сказать, нащупать автодром, потому что уже давно не катался, забыл, как это. С редуктором 3.7, конечно, не так круто и уверенно, как 4.11. 4.13 прям четко везет. Ну, потом вторая, естественно. Просто на второй ехать здесь, конечно, маловато. В отсечку упирается и хорошо не разогнаться. Здесь надо разгон, ну, там 130, минимум. Ну, не минимум, конечно, 125, наверное, минимум. Уверенно, будет 135, я думаю. Ну, покатался так немного, сейчас на Триангле тоже привыкал к зацепу. В целом, машина едет, там даже клиперы нарисованы. Надо ехать по клипам, по-хорошему. Ну, конечно, по клипам, особенно в первый попасть, надо очень широко взять, там на всех кодах. Немного даже стрёмно, но буду привыкать, сейчас прикатываться. Слива греется, наверное, ну, через круг, через два, вот так вот. Уже прям сгревается нормально, там. Больше 110 масла и 100 вода. Поэтому остываю, ну, два круга проезжаю, остываю, вот так где-то. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Ну вот, минус диск! Добро пожаловать на наш канал! 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 Субтитры сделал DimaTorzok